Шикарные наряды, машины по цене квартиры и особняки за десятки миллионов. Мы верим, что жизнь знаменитостей полна удовольствий. Еду в сумму, еду в сумму, еду тратить много сумму. Но что скрывается за их безупречными улыбками? Огромная часть всего того, что мы видим, это такой некий фейк, некая иллюзия. Как певица Максим скатилась с первых мест журнала Forbes и куда дело свои миллионы? Я, конечно, тогда совершенно была истощена во всех планах, и в физическом, и в моральном. На какие деньги содержит мужа актриса Анастасия Макеева? Мне очень повезло. Я могу искренне сказать, что я разбогатела. Почему знаменитости кичатся своими несметными богатствами? Успех – это когда у человека есть работа, мечты, машина, квартира. И на какие хитрости идут, чтобы скрыть правду о своих доходах? Когда люди еще ходили без трусов, уже были состязания. Кто круче, у кого состояние лучше, у кого больше шансов победить. Знаменитости не устают хвастаться несуществующими богатствами, ведь это часть имиджа. Поклонникам нужно видеть успех и большие деньги. Я как-то дистанционно машину купил, не глядя. Гелик. Представляешь? Наспор. Вот. А какая история? 500 тысяч миллионов долларов. А с кем спорили? С кем ты спорил? Я даже не помню. Я люблю стиль, на самом деле. Я люблю красиво выглядеть. Еще одна любительница демонстрировать роскошную жизнь – это наша певица Анна Седокова. Не оставляй меня, любимый. Когда-то Анна была участницей знаменитого коллектива «Виагра». А потом решила начать сольную карьеру. Пела, 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 пела и напела себе троих детей от разных мужей. Какое-то время она исчезла, пропала, как-то они ему все начали подзабывать немножко. И вдруг недавно снова появилась. Теперь Анна – блогер и успешная женщина. О своих успехах она не забывает сообщить всем. Например, недавно она выложила видео из своей новой виллы в США, где живет с новым мужем-баскетболистом Янисом Тиммой. Журналисты выяснили, что один день жизни на вилле обходится Анне в 135 тысяч рублей. Любит Анна похвастаться и собственным парком машин. Их у певицы три. Мощный кроссовер за 6 миллионов рублей, внедорожник за 5 и кабриолет за 2,5 миллиона рублей. Недавно она выложила видео, где ее муж устраивается за рулем дорогого спорткара. Милый, как дела? Было бы чуть удобнее, было бы хорошо. Однако подписчики выяснили, что машина была арендована только ради фотографий в соцсетях. На такую роскошь у Седоковой попросту нет денег. Ведь муж Анны вот уже год не зарабатывает. Седокова сама тянет на себе весь семейный бюджет. Основной источник дохода артиста – это реклама. Мои рекламные контракты, они намного превышают стоимость моих выступлений. Есть интеграции, там, не знаю, миллион рублей. Есть контракты за 10 миллионов рублей. Есть контракты за 15 миллионов рублей. Впервые Анна вышла замуж, еще будучи в составе «Виагры» за футболиста Валентина Белькевича. Вскоре певица родила дочь. Этот брак продержался несколько лет. Вторым мужем стал Максим Чернявский, менеджер «Формула-1». Вместе они прожили едва ли пару лет и со скандалом расстались. Причем муж забрал у Анны их общую дочь. Роль третьего супруга Седоковой должен был исполнить Артем Комаров, который был младше Анны почти на 10 лет. У пары родился сын, но до алтаря влюбленные так и не добрались. Я не знаю, что мне делать с этой убедовой. Аня Седокова, ведь не секрет, что она заявляла, для нее не важен семейный статус того или иного мужчины, если он ей приглянется. Ну и вот в последнее время ей приглянулся баскетболист Яни Стим, который на 9 лет ее младше и у которого беременная жена. К тому же четвертый муж Анны недавно лишился контракта и пока пытается построить карьеру в США. Но ведь жить на что-то надо. По словам Седоковой, ежемесячный бюджет семьи – полтора миллиона рублей. Трачу я нормально. У меня сотрудники, квартира, растраты, бензины. Седокова открыла собственный бизнес по производству одежды. Выручка в 2023 году составила 18 миллионов рублей. Но этих денег на шикарную жизнь не хватает. Поэтому Седокова вернулась из США в Москву. И вдруг недавно снова появилось так называемое понятие, если можно это, как сказать, ее появление, то есть вышло на охоту. На закрытой свадьбе рэпера Джигана и Оксаны Самойловой Анна Седокова в латексном платье танцевала в обнимку с незнакомыми мужчинами и оказывала недвусмысленные знаки внимания младшему брату Тимати Артему Юнусову. А ведь он известен своим многомиллионным состоянием. Журналисты уверяют, якобы из-за этого Янис устроил скандал и даже хотел развестись с женой. Но пара пережила кризис. И теперь Седокова хвастается большой квартирой в центре Москвы. Вот здесь будет кухня. Кухня, видите, какая красивая у меня кухня. Потрясающая вещь. Мы ее не выбрали. Ничего, тут будет потрясающе красивая дверь, которую мы тоже еще не выбрали. Однако вскоре Седокова проговорилась, что шикарные хоромы она приобрела в ипотеку. Ну а как бы я тебе купила квартиру за 58 миллионов? А сколько? 68. Тревожная новость обошла все издания. Барри Алибасов госпитализирован с инсультом. Мир шоу-бизнеса без Барри Каримовича, он будет намного непрозрачнее. Цвет уйдет какой-то. А ведь еще недавно шоумен раздавал интервью и хвастал со своей счастливой жизнью с новой, уже седьмой женой Еленой. Все ценил. Начиная от ногтей, пяток и головы, заканчивая ее сердцем, ее душой, ее отношением. Я много раз был женат, но такого душевного человека я не встречал, как она. Барри Алибасов не стеснялся подчеркивать, что он успешен в любви, знаменит и богат. Его двухсотметровая квартира с девятью комнатами в центре Москвы забита произведениями искусства. Это изделие Сальвадора Дали, собственно говоря, это самый дорогой художник в мире. Еще одна гравюра Сальвадора Дали. Ремонт квартиры в старинном доме, по словам Алибасова, обошелся ему в 2,5 миллиона долларов. Охранник здесь живет, консервис там сидит, охранник углосуточно, бдит, там камеры, ну, в общем, все как положено. Когда Алибасов попал в больницу после отравления чистящей жидкостью, журналисты гадали, как шоумен поделит свое многомиллионное наследство. По слухам, у продюсера есть векселя, акции и ценные бумаги на сумму почти 2 миллиона долларов. Сбережения в банке лежат, причем в трехлитровой. На самом деле это все, опять же, по-моему, пиар, понты, слухи. Нету ничего, ни векселей, ни ценных бумаг у Барри Каримовича в арсенале нет. По налоговой отчетности сумма дохода Алибасова в месяц едва превышает 100 тысяч рублей. Резкий скачок сумм происходит после его участия в скандальных ток-шоу. Например, в 2018 году после программы о свадьбе с Лидией Федосеевой-Шукшиной телеканал перевел Алибасову гонорар. Чуть больше миллиона рублей. Но в последние годы Барри плохо себя чувствовал и редко появлялся на экранах. У него уже были эти провалы в памяти, причем очень избирательные. Когда человек помнит то, что было типа 40 лет назад в деталях, а что произошло вчера и где он, и вообще кто он, и имена людей, которые его окружают, он не помнит. Здоровье Алибасова подкосил его скандальный развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Шоумен всерьез переживал их ссору. Ее родственники, дочки, категорически ненавидели меня. Вообще они считали, что этот урод каким образом появляется в нашей семье, в нашем доме. Жизнь Барри Каримича – это сплошной клубок нервов. Я поэтому всегда немножко радуюсь, когда он где-то затихает. Я думаю, что, ну, вот какое-то время он отдохнет. Барри Алибасов сильно сдал. По словам друга, ему пришлось найти сиделку, так как начались проблемы с суставами и позвоночником. Но денег на оплату услуг у продюсера нет. Поэтому Барри и женился на Елене. Эта девушка полгода нянчилась со мной, с моим скелетом, с моими болезнями. Да нянчилась до того, что стала моей женой. Положение бедственное, положение критическое. А расходы на жизнь довольно большие. И на лекарства, и на питание, и на содержание вот всей этой. А огромные жилплощади, расходы колоссальные. Совокупность всех этих обстоятельств, может быть, и привела к нервному срыву. А впоследствии и к инсульту. Великий, когда-то сказочно богатый продюсер превратился в человека, который считает каждую копейку. На самом деле, одно из страшных прав шоу-бизнеса заключается в том, что у подавляющего большинства людей, которых мы ассоциируем с лакцией, премиальной такой жизнью, на самом деле ничего этого нет. Они очень об этом мечтают, они очень этого хотят. Но именно своей профессиональной деятельностью, там, музыкой, театром, съемками, они, к сожалению, этого не зарабатывают. А иногда теряют все, что заработали непосильным трудом. Еще недавно песни Максим звучали в каждом кафе, караоке и на стадионах. ПЕСНЯ Обычную певицу из Казани называли главным открытием шоу-бизнеса. Она захватила эфир популярных радиостанций. Для меня до сих пор, в принципе, песня Максима – это большая загадка. Загадка вот этой массовой истерии. Максим почти побила рекорд группы «Ласковый май». Она давала по 30 концертов в месяц. И зарабатывала 3,5 миллиона долларов в год. ПЕСНЯ Максим ездила на лимузинах и хвасталась шикарными апартаментами в центре Москвы. 500 квадратных метров – дорогой ремонт. Но слава и богатство не принесли певице счастье. Я, конечно, тогда совершенно была истощена во всех планах – физическом и моральном. Я ездила везде, куда звали. В общем, было тяжело. Я думала, что же, господи, под машину попасть, чтобы в больнице немножечко полежать, что-то. Вот. И вот такое чудо случилось. В 2023 году артистка сорвала концерт в Сочи, появившись на сцене пьяной. ПЕСНЯ Публика требовала вернуть назад деньги за билеты, и Максим пришлось оправдываться перед поклонниками. Перед выходами я была под кабельницей. И решила, что если я сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену, отработаю как машина. Не получилось. Закончилось все так, как мы все знаем, с первым концертом. Летом 2021 года Максим заболела коронавирусом. Врачи даже ввели певицу в искусственную кому. А после выписки запретили большие нагрузки. Но Максим продолжила выступать в прежнем режиме. Ведь ей нужно кормить двоих детей. Существует личная жизнь человека. Что-то не складывается, что-то... Она, безусловно, отражается на творчество. И все знают, что тот же самый поэт или музыкант пишет, когда ему очень плохо. Максим была замужем дважды. В 2008-м она сыграла свадьбу со звукорежиссером Алексеем Луговцовым и родила дочь Полину. Но через пару лет певица и звукорежиссер развелись. В 2014-м Максим родила вторую дочь от бизнесмена. Но замуж так и не вышла. Любовь – это сказочное чувство, которое никем еще не сконструировано, что ли. Оно никем не осознанно. И это самая важная вещь, которая движет абсолютно всем. Однако поводов для вдохновения у певицы нет. Максим сейчас одиноко. После отмены концерта и срыва тура она задолжала в налоговую 1 миллион рублей. У меня такое ощущение, что Максим все профукало, конечно. Да, пропила, профукало, в общем, по сути дела. Потому что профукать можно и как еще. Ты пропиваешь, потом ты не можешь выйти на работу, ты проедаешь эти деньги, ну и так далее и тому подобное. Знаменитости из кожи вон лезут, лишь бы доказать всем, что они успешны. Я богатый, весь Версачий, деньги крутят вокруг пальца. Автомобили за миллионы рублей, шикарные апартаменты и дорогие бренды. Поклонники верят, что у их любимчиков денег куры не клюют. Огромная часть всего того, что мы видим, это такой некий фейк, некая иллюзия. Какими только тачками не хвастаются звезды на красной дорожке. Тут и дорогие спорткары, и ретроавтомобили, и кареты, и даже лошади. Вот только все это зачастую взято на прокат. А платья и костюмы достаются по бартеру. У многих знаменитостей за душой нет ничего, кроме понтов. Конечно, классно тоже покататься за рулем классной машины, но это не самое главное. Что за вопрос? У меня аж глаз слипся. У вас ничего не слиплось. Звездный стилист Амар Байрамов живет в самом модном районе Москвы – Сити. И часто на прогулках встречает блогеров, которые съезжаются сюда со всей России. Я вижу в интернете вот эти знаменитые все ролики, когда рассказывают, что они зарабатывают по 10-15 миллионов. Что у них Мерседесы, Мацерати, что у них дорогущие машины, что у них дорогие шмотки, которые на них надеты. Но это все было создано посредством просто того, что произошла съемка в данный момент, в данной локации и, допустим, на фоне какой-то машины. Многочисленные фото и видео для подписчиков. Знаменитая блогер и звезда реалити-шоу Даша Пынзарь спешит похвастаться новым автомобилем представительского класса за 5 миллионов рублей. Я в полном шоке, потому что Серега купил эту машину сюрпризом. Не забывает Даша вести прямые трансляции из самых дорогих отелей. Я уверен, что она израбатывает на рекламе, наверное, основную часть своих, там, не знаю, доходов. Поэтому ее работа кичится, ее работа показывать этот самый успех. Если ты не будешь его показывать, то к тебе не потянутся. Даша и Сергей Пынзарь прославились много лет назад, когда строили свою любовь на показ в популярном телешоу. Тогда они поняли, что шок-контент смотрят все, и такая слава приносит деньги. Поэтому Даша принялась буквально транслировать поклонникам каждый свой шаг. Вот она рожает в прямом эфире. А вот выбирает импланты для новой груди буквально всей страной. Я прям там придирчиво их жала, мяла. И сейчас у меня даже два месяца не прошло. Даже муж такой, ой, ничего себе. Она перенесла ее очень легко и классно. Ну и, соответственно, когда я все увидел поочеренному, я сказал, ну да, хорошо, что сделала. На потребу публики Даша меняла грудь, губы и даже пятую точку. Но стремление к совершенству чуть не стоило ей здоровья. Во время процедуры по увеличению губ что-то пошло не так. Мне говорят, это отек, завтра пройдет. Завтра, конечно, ничего не прошло. Послезавтра стало еще больше, потому что началась какая-то реакция неправильная. У меня просто вот разнесло все лицо. Прихожу, у нее вот эти вареники. Даша решила убрать из губ опасный гель и еле пережила эту процедуру. Очень больно, но я это сделала. Ай. И все это ради денег. Шикарная жизнь требует жертв. Все эти виниры, все эти операции пластические, соответственно, все эти комки Биша, все эти носы, уши, грудь, талию. Все это дорогого стоит. Вот чтобы сразу понимали заказчики этого артиста или эту актрису, или эту певицу, нужно содержать на высшем уровне. И такой метод работает. На доход от рекламы в блоге Даша с мужем и двумя детьми живет в Турции, в новой квартире на берегу моря. Чтобы вы понимали, вот эта комната, это будет все моя гардеробка. Даше можно позавидовать, а она добилась своего. Но чтобы и дальше жить на широкую ногу, блогеру приходится придумывать все новые способы, как привлечь к себе внимание. Привет всем, меня зовут Даша Пынзе, и сегодня я решилась на пластическую операцию. Дорогая одежда, дорогие бренды, дорогая обстановка в их огромных особняках. Вся жизнь, так сказать, на показ. Таким образом они пытаются себя немного превознести и показать, как они многого добились. Телеведущей Виктории Бонни тоже очень хочется казаться богатой. Она не устает ходить в дорогие бутики, покупать кольца и туфли за сотни тысяч рублей. Окей, я прям вот эти дру. И появляться на красных дорожках заграничных фестивалей. Непременно в дорогих нарядах от лучших дизайнеров. Это платье, которое мы сейчас будем пробовать. 10 килограмм веса. Это платье Джейло надевала, нет? Да. Окей. Люди это видят и думают, ого, она купила костюм, например, там, за миллион рублей. Все думают, какая она богата. А Виктории только это и надо. Чтобы пустить пыль в глаза, она не устает сниматься в дорогих автомобилях и устраивать экскурсии по своей квартире в Монако. Что еще нужно для полного счастья мне? Это кайф. Для кого-то успех, это когда у человека есть работа, мечты, машина, квартира. Для меня успех, самое главное, это когда ты находишь себя. Но за чей счет находит себя Виктория Боня? Она не поет, не танцует, не читает стихи, не пишет книги. Она ничего не делает. Дотошные журналисты выяснили, что квартиру Виктории арендует отец ее дочери, миллионер Алекс Смерфит. И жилье вовсе Бонне не принадлежит. На красную дорожку ее не приглашают. Она сама покупает билет за несколько тысяч евро. А вместо дорогих платьев арт-дизайнеров Виктория надевает дешевые подделки. Либо она просто где-то их берет в прокат, потому что какое-то там дырявое, какое-то на ней не застегивается, и она его держит руками. Недавно Виктория попала в скандал с известным ювелирным домом. Она заявила, что стала лицом бренда, и ей доверили надеть на красную дорожку украшения за 17 миллионов евро. Серьги, браслет и колье. Каннский фестиваль. У меня такие украшения красивые, шепард повесили на меня. Изумруд. Невероятной красоты. Но блогеры выяснили, что вместо колумбийских изумрудов на Бонне обычные стекляшки. Настоящий изумруд издалека выглядит как темно-зеленый бархат. Ему не присущи переливы и яркие отблески. Когда мы смотрим на блеск камней Бонни, вот вам, пожалуйста, одна фотография отдает желтизной, дешевой желтизной, как бутылочное стекло. Эксперты уверены, никакой ювелирный дом не позволил бы Виктории носить на шее 1 миллиард рублей. Она нанял бы охрану, как это было в случае с Анфисой Чеховой. На какую-то красную дорожку ей предоставили дорогое ожерелье, в котором она вышла. И пока она шла по этой дорожке, там 4 охранника шли за ней, чтобы, не дай бог, она никуда ни в туалет не зашла, ни, извините, носик не помыла. И хоть бриллианты ей не принадлежали, Анфиса успела похвастаться роскошными украшениями в социальных сетях. Поздравьте меня с обновками, что ли. На кинофестивале в Москве Кристина Асмус тоже появилась на публике в колье за 15 миллионов рублей. Правда, тут же призналась, бриллианты не ее собственность. Какие-то подарки, какие-то барты рассуществуют. Это дружеские отношения с братьями. Я сегодня выгуливаю их здесь, на кинофестивале. Счастье, как и деньги, любит тишину и счет. А те, кто это показывает, на самом деле зачастую этого не имеют. Артист Сергей Лазарев не скрывает, что все свое свободное время отдает творчеству и не может похвастаться миллионными сбережениями, шикарными машинами и дорогими часами. Вы знаете, про роскошные подарки, я вообще не про роскошные подарки. Я, так знаете, для себя дарю себе самые роскошные подарки. Это концерты я себе делаю, продюсирую, ставлю и шоу программы, в которые я вкладываю в буки все свои деньги. Поэтому его особняк расположен не на престижной Рублевке, а под Можайском и выглядит довольно простенько. В отличие от шикарных хором Григория Лепса, где есть бассейн, пруд с рыбками, выход к частному пляжу и два гектара леса. Я бывал там в этом году неоднократно. Там действительно огромное количество построек, два больших дома. Спортивный зал и бассейн, и гостиничные номера, и вот его какие-то кабинеты. Лепс – один из самых дорогих артистов на нашей эстраде. Со своё выступление он получает до 10 миллионов рублей. Я зарабатываю на сцене, я зарабатываю немного денег на рекламе. Стыдно не зарабатывать. Стыдно не зарабатывать. Помимо музыки Григорий занимается бизнесом. Открыл ресторан, продаёт фермерские продукты. В рейтинге самых богатых артистов певец занимает одно из первых мест. Согласно реестру юридических лиц, только от своего продюсерского центра, в прошлом году Лепс получил 130 миллионов рублей прибыли. Завтра я смогу опять дышать! Григорий Лепс – обладатель редкого голоса и таланта. Но у артиста есть также громкая слава человека, который способен устроить скандальное шоу. Да! Я совершал поступки, за которые мне стыдно до сих пор. Я сам себя за это ненавижу. Филипп Киркоров тоже живёт на широкую ногу. Роскошные домы, сумасшедшие наряды. У него их больше миллиона. Иногда Филипп Киркоров приходит в том, что можно оценить реально в какую-нибудь однушку в центре Москвы, иногда может даже и трюшку. Это кутюр. Это хай-фэшн. Выше не бывает полмиллиона евро. Целая квартира чисто под его гардероб. Ну, таких, наверное, мало. Знаю, что у Любы Успенской ещё очень классный гардероб. Он там прям как-то под защитой весь в правильных условиях хранения. Но это, извините, не целая квартира, как у Киркорова. Киркоров выкладывает видео с шикарных курортов и хвастается новой фигурой, которая обошлась ему примерно в 5 миллионов рублей. Красота, хорошее настроение, на радость друзьям. Поклонники верят, Киркоров живёт по-королевски. И о его богатствах ходят невероятные слухи. Как я слышал, он строит умный дом. И что-то, да, что-то около миллиарда рублей. Это показывает твою статусность. Если ты имеешь такие средства, чтобы покупать шмотки по цене, извините, не дешёвого автомобиля, а иногда даже не дешёвые квартиры, соответственно, ты хорошо зарабатываешь. И ты таким образом показываешь свой ценник, что я как бы богат. Но недавно журналисты обнаружили, что дела у поп-короля идут не так хорошо. Знаменитый артист по уши в долгах. Как говорят, певец задолжал 10 миллионов строительной фирме за ремонт загородного дома. А не так давно Киркоров чуть не лишился московской квартиры. Несколько лет назад он взял в кредит полтора миллиона долларов в одном из латвийских банков под залог столичной недвижимости. Но банк перестал существовать. По щелчку в Соединённых Штатах Америки очередной банк с места расположения в Риге был благополучно ликвидирован. Филиппу Киркорову стали приходить письма от неких офшорных компаний с настойчивым требованием вернуть долг с процентами и штрафными санкциями за просрочку. Так как никакой связи между этими людьми, которые, на мой взгляд, были чистыми аферистами, и банком не было, то мы отказались. Но часть долга артисту приходится выплачивать. А в прошлом году налоговая взыскала с артиста через суд 8 миллионов рублей задолженности. А я и не знал... Сидя на кухне, я предложил, говорю, давайте вот вещей много, давайте продавать. Ну, здесь у нас представлена часть гардероба Филиппа Бедросовича Киркорова. Кожаные куртки, пальто и костюмы от самых известных мировых брендов. Чтобы торговля шла бойко, цены снизили почти в три раза. Эта кожаная куртка стоит 150 тысяч рублей. Здесь также такое красивое пальто, тоже суперизвестный итальянский бренд, и оно стоит всего 78 тысяч рублей. Не каждый же еще оденет эти вещи. Не знаю, кто покупает какие-то, наверное, такие экстравагантные люди. На удивление, секонд-хенд от Киркорова пользуются спросом. И вскоре его идею переняли и другие знаменитости. Настасья Семпурская и Жасмин, и Рогов, и Киркоров быстро покупаются. За месяц таких продаж король поп-сцены может получить до миллиона рублей выручки. Но все равно в ближайшее время Киркорову придется умерить аппетит и жить поскромнее. А некоторые знаменитости считают, что лучшая реклама и способ заработать – это черный пиар. Они получают огромные деньги за то, что показывают себя в неприглядном виде. Я психбольник. Мне п***ь лечу, блядь, хорошо, в горных хорошо, бассейн у меня есть. Видите, я в психушке. И это, говорит, примерно отец троих детей и якобы успешный рэпер Джиган. Поклонники были в шоке, ведь семья Джигана и Оксаны Самойловой считается идеальной. Все ждут от меня каких-то пояснений, но я, честно говоря, пока что вообще не готова об этом говорить. Джигана Самойлова демонстрирует в соцсетях шикарную жизнь. Отдых на самых дорогих курортах, самолеты, яхты, пароходы. Мы решили начать день в спа. Так, ну что же, что же, что же. Мы опять на лодке. Поклонники удивляются, откуда у пары такие деньги. Есть такое понятие по бартеру. То есть они поехали на курорт, им предоставили яхту, они на этой яхте нафотографировали себе миллион фотографий, а потом в течение года они выкладывают, рассказывают, что вот такая яхта, там-то она находится, вот можно ее арендовать, и пятое-десятое. Чтобы рекламодатели были заинтересованы, блогеру приходится доказывать, что он очень популярен, и за его жизнью наблюдают миллионы. Но что делать, если интерес аудитории падает? Вот Оксана и Джиган работают. Пока все обсуждают пьянство рэпера, его нервный срыв и громкий развод с женой, они не дают аудитории остыть. Можно поднимать расценки на рекламу и ехать на очередной экзотический остров. Это реалити-шоу, абсолютно совершенно, это от и до. Настоящее реалити-шоу из своей жизни устраивает и балерина Анастасия Волочкова. Артистка очень хочет доказать всем, что живет красиво и богато. Так, ну что же. Что вам, шубки показали? Да. Сколько стоят ваши знаменитые шубы? Господи, опять начинается, сколько стоят. Я не знаю, я шубы не покупала вообще ни одной в своей жизни, мне их дарили. Шубы, которые мне дарил Сулейман Керимов, они по полмиллиона долларов стоили, понимаете? Но главная гордость балерины Анастасии Волочковой огромный особняк на тысячу квадратных метров с гостевым домом, баней и даже собственным театром. Спускаюсь каждый раз по этой мраморной лестнице с благодарностью Богу за то, что это стало возможным вообще в моей жизни. В ее жизни было все. Всемирный успех, главные партии в Большом театре и богатые женихи. А потом скандалы, громкое увольнение и бесконечные суды. Она стала не балериной, она стала светским персонажем, который себя пытается оправдать. Что вот смотрите, я на самом деле очень хороший артист. Но денег за звание хорошей артистки не платят. А с былой роскошью расставаться Анастасия не готова. Она не вложила деньги ни в ресторанный бизнес, ни в парфюмерный бизнес, ни в пошивобуви, там одежды, еще чего-то, еще чего-то. Она же разбрасывала. Она же такая вся, думала, что она вечно будет танцевать. Просто есть люди, которые ставят деньги во главу угла, но это не про меня. Вот и приходится 48-летней Анастасии крутиться то на сцене провинциального дома культуры, а то в шпагате на курорте. Лишь бы только о ней не забыли. Ведь чтобы содержать дом мечты, балерине нужно выкладывать почти миллион рублей в месяц. Я, вы знаете, гнушаюсь этого, потому что мне надо расходную часть покрывать за дом, за, извините, налоги, за мои проекты концертные и мои шоу. Но журналисты только посмеиваются над громкими словами Волочковой. Ведь ее знаменитые украшения обычная бижутерия. Брендовые платья, подделка. А за квартиру в Питере балерина задолжала коммунальным службам 300 тысяч рублей. Вы своей жизнью живите, но вы же не можете, потому что ваша не такая яркая, не такая интересная. Анастасия Макеева недавно хвасталась шикарной свадьбой, на которую потратила несколько миллионов рублей. АПЛОДИСМЕНТЫ Но вскоре выяснилось, что в торжество актриса не вложила ни копейки собственных денег, а все сделала по бартеру. Настя Макеева вся такая крутая, вся такая на понтах, вся такая третий раз вышла замуж за гастарбайтера какого-то. И до сих пор осталась должна этому агентству, которое ей предложило проведение свадьбы, там, порядка 150 тысяч рублей, что ли. Актриса в долгах, как в шелках, но убеждает своих поклонников в обратном. Ты показал, что ты дорого одет, у тебя дорогая машина, соответственно, ты стоишь дорого. Ну и какой-нибудь среднестатистический заказчик из какого-нибудь региона это увидит, и, возможно, тебя пригласит на корпоратив в какую-нибудь там сауну или баню, но уже задорого. У меня там есть и конь, за которого надо платить деньги, и куча животных. У меня только 25 тысяч в месяц выходит только на корм для домашних животных. Так, на минуточку, плюс квартплаты, плюс, в общем, много чего у меня есть. А теперь еще и муж, которого актриса фактически содержит за свой счет. Все ради того, чтобы показать поклонникам, она счастлива и любима. Она покупает костюмы для Ромы, зубы для Ромы новые, как он выглядел плохо, как он стал выглядеть хорошо. Макеева буквально преобразила обычного гастарбайтера из Словении. Но какой ценой? Она пахала, как лошадь пахала. В этих театрах, на этих репетициях, на этих съемках, на этих концертах. Я не успевала ни есть, ни спать, ни пить. У меня было прям сильное истощение. Макеева даже попала в больницу и долго восстанавливалась. Но на публику продолжала козырять успехами в личной жизни. Вот сидим мы в самом красивом месте города Санкт-Петербурга. В ожидании, ох ты, а вот я сказала, в ожидании, и вот оно пришло. Но осенью прошлого года на артистку свалилась новая проблема. Ее муж задолжал почти 400 тысяч рублей, которые с него потребовали через суд. Из знаменитостей теперь приходится самой разбираться с долгами супруга. С долгами второй половины вынужден разбираться и некогда популярный певец Николай Трубач. В конце 90-х его имя гремело на эстраде после скандального дуэта с Борисом Моисеевым. А шесть отнял меч и вымолвил по-братски Честь моя, моя лишь честь. Но карьеру оборвала тяжелая болезнь. Трубач перенес подряд четыре пневмонии, которые едва не свели его в могилу. Певец потерял часть легкого и ушел со сцены. О нем снова вспомнили, когда прошел слух, что артиста вместе с семьей выселяют из собственной квартиры. И всему виной многомиллионные долги его жены. Они родились в одном городе, Николаев, на Украине. Встретились на какой-то радиостанции. Лена в тот момент, как он говорил, была замужем за каким-то украинским миллионером. Бывшая жена миллионера привыкла жить с размахом. И даже с уходом мужа из шоу-бизнеса ни в чем себе не отказывала. Меха, бриллианты, машины класса люкс. Только теперь за чужие деньги. Она просто говорила, как рассказывали коллеги, мне нужны деньги, клянусь с детьми, я отдам. По слухам, Елена умудрилась занять почти 40 миллионов рублей под залог квартиры, где живет семья. После скандала Трубач пообещал расплатиться с кредиторами жены. Но пока они так и не получили обещанных денег. По слухам, бывшей звезде попросту нечем платить. Певец Шура тоже с трудом отвыкает от шикарной жизни и вынужден расплачиваться с долгами. Ты не везлезал, Все вернется После долгих ночей. В 90-х артист много выступал и был сказочно богат. Шура ел в шикарных ресторанах и передвигался исключительно на лимузинах. У тебя куча денег, реально, это было очень много, прям много-много, а толку-то мне никакого от них и не было. Его славе и богатству завидовали многие. А Шура спускал свои бешеные гонорары на наркотики. Музыка каждый Концерт был десятку с лишним. Что-то вот я там отдавал балет визажист, директор, охрана, да, и еще успевал, чтобы заслать домой 500 долларов. Ну и все остальное, 8 тысяч долларов, да, положил, это бешеный день. Артист все же успел купить 100-метровую квартиру в Москве. За нее он отдал 100 тысяч долларов. Сделал шикарный ремонт, но порадоваться приобретению не успел. В 2003 году врачи поставили артисту диагноз – рак. Когда певец вышел из больницы, оказалось, что квартира ему больше не принадлежит. В наркотическом угаре он сам передал права на нее незнакомому человеку. Теперь некогда богатый Шура живет в маленькой квартирке без ремонта. Буду жить в новой квартире, все здорово. Вот так бывает в этой жизни. Твори добро на всей земле. Твори добро другим во благо. Но артист продолжает уверять всех, что вполне доволен судьбой. Ведь быть неудачником не модно. Наш шоу-бизнес – это вот такой мыльный пузырь, который любит раздуваться, показывать свою значимость, но не всегда это так и есть. И мыльный пузырь когда-нибудь лопнет. Цена показных улыбок, знаменитостей зачастую слишком высока. Но они готовы платить ее ради сомнительного счастья называться звездой шоу-бизнеса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok